Салют подписчикам канала Atomosio и случайным зрителям этого видео. Сегодня будем прокачивать дисплей вашего Android смартфона, но для начала небольшой ликбез. Я буду делать всё на примере своего Poco X3. И хочу сказать, что в 2021 году производители смартфонов начали делать уклон в смартфонах именно на частоту обновления картинки. И на мой взгляд Poco X3 стал именно прорывным в этом плане, так как это первый среднебюджетный смартфон с частотой обновления картинки 120 Гц. Именно после этого смартфона и другие производители начали повышать частоту обновления картинки именно в среднебюджетных аппаратах. Повышенная частота обновления картинки делает интерфейс в принципе более плавным, ну и общее восприятие от картинки приятнее для глаз. Обратная сторона вот таких вот плюсов это повышение расхода батареи, но сегодня речь не об этом, друзья. Частота обновления картинки обозначается в герцах и на данный момент активно афишируется производителем и в рекламных брошюрах, и в настройках смартфона, как видите. Ну а также на коробке телефона, ну или на каких-то наклейках. Но есть еще один немаловажный параметр дисплея, который не так активно афишируется производителем, хотя стороной его тоже не обходит, но и информирует о нем потребителя меньше. Или не информирует вообще. Я говорю о частоте обработки касаний. Благодаря этому параметру дисплей смартфона становится более отзывчивым к касаниям. Вещь эта важная, но для листания менюшки она малоинтересна. Частота обработки касаний, она же частота дискретизации, это параметр в наибольшей степени раскрывающийся в играх, где важна скорость нажатия, ну и уменьшение отклика. В Poco X3, например, частота обработки касаний 240 Гц. Производитель позиционировал этот смартфон как условно-игровой, поэтому этот параметр в рекламных брошюрах, в принципе, афишировался. И он на данный момент является весьма неплохим, в принципе. Так вот, друзья, сегодня я хочу показать способ, с помощью которого вы можете прокачать дисплей вашего Android смартфона. Экран будет лучше реагировать на касания, сократится задержка после касания. И в итоге вы не только улучшите отклик в играх, но и, например, на клавиатуре набирать текст будет намного приятнее. Проще говоря, я покажу, как откалибровать дисплей, ну и сделать его более чувствительным. Что касается игр, друзья, на смартфонах Xiaomi есть такая утилитка, как безопасность. В этой утилите есть такой раздел, как ускорение игр. В этом разделе вы можете добавить какие-то игры, установленные на вашем смартфоне, ну или сюда можно добавить даже приложение. После того, как вы в раздел ускорения игр зайдете, тут будет шестеренка сверху, при нажатии на которую вы попадете в меню настройок, и в самом низу есть расширенные настройки. В этих расширенных настройках можем выбрать добавленную в утилиту игру или приложение, и настроить тут чувствительность к жестам в игре и чувствительность к нажатиям. Вот эти два параметра мы можем отрегулировать, тем самым мы как раз можем привести время отклика к максимально допустимому на дисплее вашего смартфона. Но не у всех смартфонов, даже не у всех Xiaomi доступны вот такие вот подобные настройки. Поэтому, друзья, я нашел в PlayMarket такое бесплатное приложение, как Touchscreen Remote. Ссылку на эту программку я оставлю в описании под видео, также закину АПК-файл в телеграм-канал о том о сём. Ссылка на телеграм-канал, кстати, тоже в описании. После запуска этого приложения мы следуем инструкциям. То есть приложение получает значение времени отклика с четырех разных участков сенсорного экрана. Для повышения точности производится три таких замера. На основании этих значений приложение применяет одинаковое время отклика ко всему экрану, чтобы впечатление пользователя было более гладким. Для наилучшего результата сделайте одно быстрое касание, не делайте длинное нажатие, не перемещайте палец по экрану, перезапустите устройство после завершения процесса. То есть всё понятно. Получаются у нас вот такие вот четыре прямоугольника и кнопка запустить. Нажимаем кнопку запустить и делаем короткие нажатия по выделенным зонам. То есть тапнули, идёт обработка информации, снова нажимаем на следующий уже квадрат, опять идёт обработка информации, ну и так далее. Четвёртый квадрат, идёт анализ замера, ну и по кругу. То есть три раза нужно пройти этот замер. Всё, друзья, три раза замер прошёл, идёт вычисление калибровочных значений, идёт вычисление уменьшенного времени отклика. И сейчас посмотрим, на сколько значений уменьшится время отклика, на сколько миллисекунд. Итак, друзья, смотрите, на Poco X3 время отклика уменьшается на 7 миллисекунд. То есть сенсорный экран будет лучше реагировать на касание, сократится задержка после касания, ну и вводить текст с клавиатуры станет легче, как тут написано. То есть 7 миллисекунд это, в принципе, значение незаметное для глаза, но в играх оно очень важно. И это, друзья, изменения на экране с поддержкой 240 Гц. На других дисплеях значение отклика может уменьшиться намного больше. Пробуйте, ребят, отпишитесь в комментариях, насколько у вас уменьшилось время отклика на смартфонах. После проделывания вот этой операции программа записывает полученные значения и вносит эти корректировки в систему. Причём после того, как вы сделаете такую калибровку, друзья, чтобы изменения эти вступили в силу, нужно будет перезагрузить смартфон. Вот такими вот способами вы можете увеличить время отклика дисплея, ну и сделать работу со смартфоном удобнее. Пожалуйста, поддержите канал лайком и комментарием. Также подписывайтесь, если хотите. Ну а на сегодня у меня всё для вас. Спасибо огромное за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok